Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и на фоне прохождения мрачных лабораторий SCP Containment Bridge, я бы хотел вам рассказать о пяти самых интересных SCP, которые тут есть. Первым SCP будет, конечно же, 173-й, скульптура, которая ломает шею, если на него не смотреть. Интересен он тем, что вы всегда его боитесь, вы его ждёте, он меняет ваш путь прохождения игры. Вам приходится постоянно закрывать за собой двери, а иногда 173-й нападает в очень неподходящие моменты. Например, когда главный герой находится в тупике и скоро моргнёт, а спрятаться-то негде. Ну и, конечно же, не забывайте про страшное громкое звуковое сопровождение при встрече с ним. Второй объект SCP-106. Старик всегда появляется неожиданно и в различных комнатах. В некоторых местах он появляется чаще всего. И вы сразу же начинаете искать SCP-противогаз, чтобы спрятаться в другом измерении от старика. А закрытые двери уже не помогают, потому что старик может проходить сквозь стены. К тому же его злобная музыка добавляет жуткой атмосферы. Третий SCP будет Скромник-096. Все мы знаем, что на его лицо нельзя смотреть, иначе он приходит в бешенство и нападает. Иногда это происходит случайно. Открываешь дверь, и перед ней стоит Скромник. Но иногда бывает и так, что Скромник сам стоит рядом с дверью и не даёт пройти. Хуже того, если он при этом на вас смотрит. Четвёртый SCP-часовой механизм-914. Интересен объект тем, что может портить или улучшать другие предметы. А предметов в игре разных достаточно. К тому же иногда во время улучшения предмета происходят совершенно неожиданные вещи. Например, вместо противогаза появляется монстр. Ну и пятый интересный объект это SCP-966. Бессонник. Он создаёт атмосферу, что постоянно где-то находится монстр. Ведь его просто так не видно. Конечно, если он приближается, можно услышать зловещие звуки. Но этого мало. Игроку постоянно приходится использовать специальные очки. Только с помощью них можно увидеть этого страшного монстра. И если он хотя бы один раз ударит, то игра станет сложнее. Всё усложняет то, что бессонников в игре несколько. Иногда они окружают игрока так, что он просто не может пройти. И на этом заканчивается сегодняшний список самых интересных SCP в игре. Если вам было интересно, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!